Резкое потепление снова стало причиной паводка. Еще утром 2 апреля не было видимых изменений на реке Лесной Тамбов. Но ближе к обеду ситуация начала резко меняться. Последствием плюсовой температуры и солнечной погоды стало резкое таяние снега. Вода пошла с полей и стала наполнять реку. Наша съемочная группа наблюдала за ситуацией. Всего второй день теплой погоды, а какие уже последствия? Вода скапливается в тех местах, где ее вроде бы не ждали. На улице Чкалова в зоне подтопления оказался один дом. Валентина Владимировна со своим мужем не ожидали такого развития событий. Потоки воды на этой улице весной обычное дело. Но они проходили по трубе, та что под асфальтом, и уходила вниз. Но в этом году сток нарушил трактор, когда чистил дорогу. Она вон у нас проходит, она туда. У нас она всегда уходила. А потом грейдер, когда чистил один год и поднял ее ту сторону, и она в ней стала оставаться. Вот вода. Муж вот все прочистил там, а мороз вот этот вот как дал, и она там в ней замерзла. Она уже шла, вода-то. И вот что делается-то? И нигде не достучись. Транков поручил Шишкину. Шишкин сейчас звоню ему опять, а он говорит, я что вам сделаю, мне нечем. А там Бог вот не пригнал машин, не дает. Вот, и что теперь вот, убывать нам только, и, по-моему, под пол везде. Помощи ждать не от кого, жалуется женщина. Своими силами пытались пробить ход в воде, но ничего не вышло. Хорошо, что дом высокий, говорят супруги, иначе вода зашла бы в дом. Второй раз жителям дома на улице Кремлевской приходится плавать в собственном доме. Рядом проходит водосток. Хоть его и починили, все равно вода собирается в низинах, и люди вынуждены уходить из домов. Эти два случая – лишь небольшая предыстория к ситуации, которая происходит у жителей, чьи дома располагаются близ рек и ручьев. Вот, к примеру, улица Юбилейная. В прошлом году она уже пострадала от паводка. И снова ситуация повторилась. Вода затопила сарай, и животных пришлось эвакуировать. Резкое потепление – новая проблема, от которой страдают буквально все. В течение дня 2 апреля вода прибывала с большой скоростью. Наша съемочная группа побывала на мосту в районе улицы Обводная. Вода уже пошла поверх моста. Приблизительно в три часа дня по мосту в районе Чебизовка еще можно было ездить и ходить, но уровень реки Лесной Тамбов увеличивался. Если вся вода протекает по территории города, то крайними остаются жители улиц Набережная Бугровая и Садово-набережная. Метки на Мальчинском мосту до обеда показывали примерно 2 метра. Здесь, когда вода очень быстро начала подниматься, там, где дома самый низкий уровень, очень быстро затопило. Люди не успели эвакуировать машину, потому что мы машину свои все убрали, конечно. Заранее живем, давно знаем, а там жители живут недавно. Машина затопила, позвонили в администрацию, прислали эвакуатор. Ну, эвакуатор тут же утонул. Ну, приходили здесь, и, насколько я знаю, Торонков был. Днем по этим улицам еще можно было проехать, но, как говорят местные жители, вода прибывает очень быстро. Она быстро обычно поднимает с день, два, на треки начинает подниматься. Два-три дня уровень гераса начинает опускаться. А это вообще в 10 часов был нормальный уровень, и все, воды практически не было. К тому времени затопило два дома улицы Садово-набережная. Дальше мы проехать не смогли. К паводку днем готовились и коммунальные службы. Уличного освещения здесь не было. Теперь решили установить. Через пару часов река поднялась еще на 70 сантиметров. Дорогу на улице тоже затопило. На тот момент все жители оставались еще в своих домах и пока не планировали покидать жилье. К вечеру ситуация ухудшилась. Юлия Князева. Новости ТВ Рассказыва.